Денис, приветствую тебя. Ответной эфир первый на этой неделе. Оцениваем ситуацию фундаментально, технически делимся торговыми рекомендациями, рассказываем вам, друзья, о том интересном, что нам в моменте удалось найти специально для вас, чтобы у вас была информация о принятии вами уже в ваших инвестиционных решениях. Ну что, как бы вкратце новая неделя и очередное обсуждение мер фискального стимулирования в США. Тема, которой мы с тобой касаемся тоже уже не первый месяц, но приходится нам это делать, потому что я бы с большим удовольствием уже закрыл бы этот вопрос с выделением экономики США новых денег и уже начал бы анализировать, как эта ликвидность, которая придет на рынок, скажется впоследствии на фондовом рынке, на индексе доллара. Пока что приходится только лишь гадать и ждать, что эти меры согласуют. Но вот только вопрос, сколько денег придет в экономику. Триллион, два триллиона, может быть, чуть больше. Будет ли это последним траншем, либо из-за ковида, той ситуации, которую мы видим сейчас, все больше денег требуется в американской экономике, поэтому за этим траншем в первом квартале 2021 года будет еще порция денег и так далее. Я предлагаю тогда перейти к демонстрации экрана и тем интересным возможностям, которые локально есть сейчас. С твоего позволения, Денис, давай начнем снова с индекса. Конечно, давай. Валюты, секундочку. Да, очень логично будет как раз. Да, действительно, индекс доллара – это та движущая сила, от которой пляшут сейчас прочие активы. Как бы не хотелось закопаться, опять же, в фундаменте каких-то региональных площадок, но как только идут мощные движения по индексу доллара, по американской валюте, прочие активы начинают, опять же, либо выигрывать против доллара, либо, наоборот, терять, ну, в зависимости от того, какую динамику показывает индекс американской валюты. Я не отказываюсь от той самой ставки, такой спекулятивной, средней-долгосрочной, которая была определена ранее. Это ставка на снижение американской валюты, потому что, как и раньше, это снижение полностью упирается в то, сколько денег будет выделено для американской экономики. И новый транш ликвидности, опять же, те самые риски, о которых уже много раз говорилось, инфляционных и так далее. То есть новые деньги, они приведут к росту фондового рынка, в чем я рекомендую также не сомневаться, друзья. И если среди вас есть долгосрочные инвесторы, наверное, чтобы вы заранее сейчас не купили, вы все равно по итогам, скажем, первой половины 2021 года окажетесь в очень хорошем плюсе, потому что большая часть этих денег дополнительных придет всеми правдами и неправданными на фондовый рынок и окажет свое благоприятное воздействие и на индексы, и на технологический сектор и так далее. По индексу доллара. Единственное, что сейчас мы видим локальную линию восходящего тренда, она держится с августа. Пока что индексу доллара не удается преодолеть этот рубеж. Но каждый раз, точнее, попытки в последние недели, они проявляются все чаще и чаще. Может быть, это опять же связано с тем, что продавцы становятся сильнее и ждут вот этого спускового как раз механизма, когда новость о согласовании новых фискальных стимулов все-таки позволит им продавить вот эту линию и уже протестировать поддержку 93 пункта и пойти ниже. Я жду с нетерпением этого, потому что очень хочется мне снова прокатиться до 92 пунктов и даже ниже по американской валюте. Кстати говоря, Денис, вот не знаю, следишь ли ты за новостями или нет, но есть уже сегодня основания полагать, что рынок может раскачаться еще сильнее, потому что, судя по последним комментариям спикера палаты, представителя Нэнси Пелоси, она якобы дала дедлайн вот в сегодняшний день, якобы для Белого дома, чтобы те пошли навстречу и предложили что-то по стимулам, что устроило бы всех. Вот я сегодня, друзья, всем вам советую внимательно следить за происходящими на финансовых рынках, потому что если какое-то подобие вот этого фонда все-таки будет согласовано, то движения начнутся очень серьезными. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, это очень важно. И настраивайтесь в целом на снижение индекса доллара. Как действуем по риску? Все просто, ставка на снижение американской валюты – это сохранение восходящей динамики по евро против доллара. Очень хорошо мы вчера выросли, отбились опять же от нижней границы восходящего канала, примерно в районе 1,17 и протестировали почти сопротивление 1,18, чуть-чуть небольшую коррекцию развили, но я думаю, что это временное явление. И в целом уже, друзья, рекомендую готовиться к походу на отметку 1,1850 и выше. Можно заходить для тех, кто профукал, опять же, вчерашний день, хоть сейчас, хотя это уже как бы рискованное предприятие, может быть, даже уместнее дождаться потенциальной коррекции в район 1,1750, чуть ниже, и уже после покупать. Но если вам не терпится, хочется оказаться в сделке, опять же, по факту ожидания того, что сегодня все-таки могут появиться эти стимулы, то тогда действовать нужно сейчас. И фунт, Денис, тоже. Если у тебя есть какое-то наблюдение с точки зрения техники, будет круто. Сейчас по фундаменту фунт, конечно же, крайне интересный инструмент по движениям, еще более интересным. Гиперволатильность, вот у меня здесь выделены границы, это фактически 200 пунктов. Вот посмотрите, друзья, как фунт нервирует всех, и покупателей, и продавцов гоняет свои котировки в рамках этого канала. И страшно, конечно же, за диапазон хода. 200 пунктов – это много. Для краткосрочных спекулянтов это вынос, опять же, с рынка и тотальное разочарование. Чтобы не негативить по факту неудачные сделки по фунту, моя рекомендация вообще не лезть в такую волатильную валютную пару сейчас. Но если все-таки также хочется поработать с этим инструментом, я бы рекомендовал все-таки короткие позиции, искать возможности для шартов, вот, например, с отметки 1,2960-1,2970, то есть через отложку sell limit в расчете на то, что Brexit, вот эти новости, которые позиционно плохие, ведь на саммите ЕС так и не пришли к общему пониманию, будет ли торговая сделка или нет, и ковидная история в Англии, которая самая страшная среди, скажем так, всех европейских стран. Все это должно все-таки негативно отразиться на курсе национальной валюты. Ну, то есть по фунту, как бы ставка против, опять же, доллара, то есть логично фунт покупать, так же, как и евро, но, опять же, из-за Brexit все-таки здесь немножко другой расклад. Я думаю, что Brexit будет более насущной темой для фунта, и фунт с этим лучше не рассматривать позиции покупок. Денис, передаю слово тебе. Хорошо, слово взял. Показ рабочего стола сделал. Итак, касательно техники. Значит, смотрю, мне на самом деле есть что показать. На прошлой неделе как раз мы с тобой тоже разбирали индекс доллара, и у меня была, сейчас я немножко уже переделал под более актуальную зону, была настроена зона, она выглядела вот в таком виде. Вот так она была на прошлой неделе, то есть это сильнейшая область сделана для перекрытия, с учетом еще локальных уровней. В общем, эту зону цена зашла, увидела, красиво от нее сформировала отскок, и сейчас у нас есть вот просто идеальнейшая зона, я сейчас немножко увеличу. 93.50, 93.76 – это диапазон, который является зоной продавцов. По сути, сегодня цена там чуть-чуть, буквально с маленькой погрешностью, буквально пару пунктиков не дошла до данной зоны, но такие погрешности – это такая мелочь. Но самое главное, основная идея в том заключается, что я точно так же, как и ты, смотрю на ослабление индекса доллара. И считаю, что на этой неделе где-то в район примерно 92.50, 92.75 цена может сходить. Да, это не финальные цели, не ключевые, это чисто на текущую неделю я для себя некий план поставил. И по поводу того, что ты сказал, что сегодня дедлайна выдвинули к Белому дому, да, я как раз вчера вечером об этом читал, и утром еще дополнительная инфа тоже мне приходит. Я как бы на самом деле новости не то, чтобы прямо не отслеживаю, нет, это, конечно, не так. Я фундаментальный фон учитываю, но я его учитываю как бы в контексте общей картины и смотрю, совпадает ли оно с моим техническим видением картины или нет. Если совпадает, ну, конечно же, это усиливает результат. И потом, когда мы с тобой по вторникам, четвергам встречаемся, ты все это дополнительно тоже проговариваешь, подтверждаешь, поэтому я точно понимаю, что ага, все, значит, я в правильную сторону мысли с точки зрения фундамента и технически уже свои мысли тоже подчеркиваю этим, то есть подбиваю. Так что технически картина по индексу баксов действительно шортовая выглядит. Зона продавцов сформировалась, внутреннее перекрытие от прошлой недели цена тоже сделала, поэтому я лично за продолжение шортов. 92.50, 92.75 – это тот диапазон, который целевой у нас ближайший. Что касается евро, естественно, евро на зеркальная котировка относительно индекса бакса. И с точки зрения здесь опционного анализа рынка, вот я сейчас специально уменьшу таким образом, чтобы видно были все путы и колы месячные, которые самые крупные, то мы можем таким образом заметить, что самый крупный кол опцион находится на 1.1860, точнее, это премия от него, от данного страйка, и он как минимум, ну, где-то в полтора раза больше, чем самый крупный путь. То есть это уже означает, что здесь гораздо больше интерес у крупных рыночных участников к дальнейшему росту евро. Поэтому вчера то, что у нас произошло на выбросе вверх, здесь фактически вот точное обливание было, которое очень слабую реакцию дало. К тому же, я еще посмотрел с позиции кумулятивной дельты, у нас, в принципе, это логично, что отрицательная кумулятива, которая по своему значению больше предыдущих значений, но рынок и цена, как таковой, реакции не дали. То есть очень часто это означает, что движение вниз в лес коррекцион, его могут еще продолжить, вот у меня депок прекрасно видно, где находится, то есть это сильнейшая профильная поддержка, и с этой области снова вверх. В общем, у меня покупки еще с прошлой недели, я их буду удерживать, они, благо, в безубытке, и кусочками частично буду фиксировать по экстремумам. И что касается фунта, вот по фунту, я согласен с тобой, такая немножко каверзная ситуация, я крайне рисково на прошлой неделе вошел в покупки, сейчас просто их перевел в безубыток и не трогаю, то есть и не фиксирую, и новых не накапливаю. Здесь в чем загвоздка, в чем нюанс. Есть две зоны, два диапазона. Первый диапазон, это я вчера как раз для подписчиков закрытого канала своего делал, здесь зона покупателей находится, ее сегодня цена прекрасно протестировала, там даже еле-еле чуть-чуть там вниз, может на один пункт буквально попыталась проколоть, но уже появляется откуп. 17 минут назад зафиксировалась часовая свеча, там достаточно неплохая у нее была фиксация, сейчас я вам этот момент как раз покажу, сейчас перейдем на часовой. Вот у нас часовая свечка, единственное, только объем маленький, да, действительно маленький, но на прошлой неделе, что мне нравится, в четверг был сделан опорный объем. Вот эта черная свеча, такая большая, в ней крупный объем, который является опорным, этот объем был пробит вверх. То есть вот это все, это сильнейшая область поддержки, плюс профильная поддержка здесь тоже очень хорошо видна, она сильная, вот депок, где у нас находятся точечные вливания делают здесь объемную площадку, ну и плюс пока всему вот раз, два, три, то есть три недельных ключевых профиля тоже здесь находятся внизу, поэтому, собственно, как поддержку я считаю, что может устоять, в крайнем случае, если какое-то будет прям вот резкое изменение, то могут добить ниже, у меня есть здесь, это на всякий случай, область поддержки как альтернативный вариант, 1.28.20, 1.28.65, если округлить, и здесь же еще и половинка, 1.2 маржинальной зоны тоже поддержки построена вот от данного экстремума, но это чисто запасной вариант. Я думаю, что все-таки с текущих попытается вытолкать наверх, тем более учитывая то, что у нас с точки зрения опционов, вот я специально так уменьшил, здесь просто гигантский опцион в районе 1.39.50 премия, то есть он просто огромен. Вот есть еще даже еще выше, ну кто такой, то мелочи. Вот, а с точки зрения, вот смотрю по путам, то есть заинтересованность институционалов в продажах здесь как таковая есть, но она вообще небольшая, огромный перевес сделан в сторону колов, причем просто колоссальный. Поэтому я считаю, что на среднесрочные движения фунт, именно профессиональные рыночные участники ждут именно на рост. Поэтому, да, ситуация гаверса, могут еще здесь вот так вот флетить, выбрасывать, выносить, там может более крупный кульминационный объем дадут, но стратегически, то есть это имеется в виду аж вплоть до декабря месяца, здесь все-таки стратегически я его вижу на рост. Точно так же, собственно, как и евро на рост, и так же, как и индекс доллара на падение. Денис, я с тобой тут в целом соглашусь, конечно, тоже понимаю, что гораздо проще сейчас и, наверное, правильнее, если уж делается прогноз на снижение курса индекса доллара, то фунт должен, по идее, показать точно такую же динамику, как и евро. Я где-то вот в глубине души это прекрасно понимаю, но фунт, как ты правильно отметил, ну, настолько вот он сам паникует из-за этого Брекзита, что ему самому трудно даже определить, какой для него вектор является более предпочтительным. Честно, я думаю, что в момент Брексита уже просто столько раз разжевали, столько раз его выплюнули, что он уже не из-за Брексита фактически, а из-за общих таких вирусных настроений в еврозоне, я бы так это даже назвал. То есть Брексит, он с 16-го года как начался, так это какая-то Санта-Барбара, которой еще неизвестно, сколько мы будем наблюдать. Поэтому, я думаю, здесь больше идет как бы нагнетание всех соседей на фунт, а Брексит это уже как дополнительный такой фактор. Короче, триггеров у него просто дофига реально для того, чтобы свалиться, но тем не менее, из-за того, что он котируется парой вместе с баксом, то бакс валится чуть быстрее, чем фунт. Вот, собственно, вся разница у них. Но я в целом продолжаю работать все-таки преимущественно с евро, с индексом доллара. Как уже отметил фунт, это очень рискованное предприятие. Но поскольку ты в сделке, конечно же, я тебе желаю удачи. Она в безубытке, поэтому не страшно. Чтобы к безубытку не вернулись и только лишь растущие настроения и рост твоей прибыли, Денис. Спасибо тебе за твою точку зрения. До скорой встречи тогда. Следующий у нас четверг уже, может быть, надеюсь, будут какие-нибудь новости по новым фискальным стимулам. Когда-то же они должны прийти. Когда-то да. Может быть, что-то будет интересное, точно мы найдем, чем можно будет поторговать и друзьям вам расскажем. Хорошего тебе дня, Денис. Пока. Тебе отличного дня. До четверга. Надеюсь, будем уже смотреть на отработку нашего анализа. Точно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok